сегодня на обзоре т-класс t50 pro это новый планшет бренда свеженький с современным железом очень интересный планшет по доступной цене в период очередной распродажи на алиэкспресс t50 pro со всеми скидками и купонами продавца будет стоить всего 169 долларов или по сегодняшнему курсу примерно 16 с половиной тысяч рублей ссылка на него естественно под этим видео сто процентов достойный вариант смело могу его рекомендовать и давайте посмотрим на него более подробно в комплекте планшет в этом люке бумажки и по инструкции что-то такое кабель юсбисе на юсбисе для зарядки и передачи данных беленький блок юсбисе быстрой зарядки на 18 ватт это быстрая зарядка пока еще и ключик для комбинированного лотка у меня это самая простая комплектация можно выбрать комплектацию с чехлом и в идеале именно так и надо сделать потому что планшет без чехла ну как бы ни туда ни сюда на экране две пленки однако как транспортировочно или как защитная в принципе можно ее оставить потом как на шлеме у формула-1 или у мотоциклиста снял и тут наклеена еще одна защитная пленка олеофобки здесь нет ну честно говоря я бы такую пленку снял выкинул кому как нравится хотите оставлять хотите выбрасывайте наклеена она очень аккуратно без пузырей прям четенько 8 мегапиксельная сэлфи камера датчик освещенности датчик приближения зачем он в планшете если вы знаете напишите и вот здесь вот есть разноцветный индикатор зарядки сзади тоже защитная пленка спинка этого планшета это цельный кусок алюминия две камеры заляпаны моими пальцами это 20 мегапикселей светодиодная вспышка и вспомогательный сенсор возможно для портрета или что-то типа того на верхней грани кнопка включения отверстие для сброса качелька громкости кнопки не люфтят нажимаются приятно здесь возможно микрофон внизу еще одно отверстие возможно это тоже микрофон у планшета 4 стерео динамика type-c с поддержкой от и г и комбинированный лоток можно вставить или 2 наносим карты причем есть поддержка 4g с помощью этого планшета можно звонить либо использовать как мобильный интернет либо одна симка плюс micro sd флешка до 1 терабайта планшет очень тоненький в семь с половиной миллиметров всего лишь его толщина он чем-то напоминает стиль такой там первых айфонов приятно держать в руках он легкий вес его в выключенном состоянии 500 грамм грубо говоря пленку по-любому в мусор слишком много забирает отпечатков пальцев все сделано аккуратно прям качеству вообще не докопаешься чувствуется что эта вещь не дешман какой-то непривычный можно сказать что это большой экран здесь 11 дюймов как для планшета можно сказать что здесь рамки действительно тонкие по 8 миллиметров всего экран планшета 11 дюймов ips с 2к разрешением 2000 на 1200 точек 60 герц частота дискретизации касаний 120 герц отзывчивость у него отличная особенно это актуально в динамичных играх почти самая последняя версия bluetooth версия здесь 5.2 с поддержкой и 5x и и 5x hd очень хороший звук через наушники вай фай двухдиапазонный 2 и 4 плюс 5 гигагерц поддержка спутников gps galileo by the угла нас можно использовать как навигатор в поле зрения 49 спутников цепляется он примерно к 30 33 точность позиционирования 1 метр 8 гигабайт lp ddr4x оперативной памяти постоянной памяти тут 256 гигов стандарта и fs 2.2 процессор восьмиядерный популярный helio g99 по технологии 6 нанометров видео чип малиджи 57 mc2 в antutu версии 1007 получилось выжать из него 400 тысяч баллов это вполне неплохо на сегодняшний день для современного так скажем бюджетного планшета это наверное один из самых лучших бюджетных планшетов которые можно сейчас купить там за 157 долларов в троттлинг тесте процессор этот практически не троттлит но ведет себя немножко не интересно вот они результаты 100 потоков 15 минут максимальная загрузка процессора и если сначала были какие-то намеки на троттлинг то потом смотрите он поднимался даже до 100 процентов в конце и через 15 минут планшет этот не нагрелся он еле-еле теплый вот здесь сзади и в играх даже он практически не нагревается это тоже большой плюс очень удачный проц это g99 он очень популярны сейчас во многих устройствах что касается игр он тянет абсолютно все вот все что ты не загрузишь он будет тянуть даже геншин импект в геншин свободно можно играть без каких-то лагов тормозов даже тень у него видите на человека похоже но это настройки графики которые соответствуют в общем-то низкому значению есть там вообще минимум задница вручную я кое-что выбирал качество тени чуть увеличил там сглаживание так далее но на самом деле это можно сказать низкие настройки потому что если мы делаем чуть больше будут уже некоторые подвисания это не совсем приятно вот для комфортной игры вы видели какие есть настройки и если вы любите геншин то вот на таких настройках на этом планшете получится поиграть ну вот крутишься да никаких тормозов лагов ничего этого нет можно настройки там немножко поднять повысить но тогда в момент там каких-то сражений могут встречаться лаги подвисания а на этих настройках все плавненько например need for speed но лимит тут вообще летает все очень плавно до любую игру загружаешь в любом все можно играть на этом планшете скола в дюте также вообще нет никаких проблем и давайте попробуем просто паб g по умолчанию настройка графики высоко частота кадров высоко сглаживание давайте на двоих сделаем и тени включить самолетом все четко все плавно но тут все четко тоже вполне плавно нормально идет игрушка в паб g без проблем можно играть на этом планшете и опять же я уже тут играю минут 15 он не греется здесь современный 13 android причем он не напичкан вообще никакими лишними приложений просто пустой android как это многие любят ничего лишнего здесь нет никаких китайских иероглифов перевод вполне хороший все очень плавно допустим новостная лента прогружается быстро хороший качественный IPS экран цвета в меру насыщенные планшет бюджетный но пользоваться им одно удовольствие мне понравилось я уже второй день вот с ним тут юзу играюсь серфинг в интернете там на сайтах ну просто отлично 11 дюймовый экран если вдруг кого-то будет раздражать вот эта планка с быстрым доступом которая кстати настраивается все эти значки можно поменять долго нажимаем и она скрывается естественно если что-то открывается на весь экран она автоматически убегает если нужно вернуть нажимаем эту серую палочку и опять она здесь либо вот такой быстрый доступ приложением не выходя с основного приложения сейчас я поставил управление жестами но можно в настройках спецвозможности управление системой навигация системы и выбрать навигацию с помощью трех кнопок и появляются три маленькие кнопочки такой мы уже видели в каких-то планшетах это очень удобно что они появляются не посередине потому что тянуться неудобно а вот здесь с краю действительно очень удобно и тогда эта панель она не убирается она будет всегда и зажатию и убрать невозможно настройки экрана здесь очень простые датчик отрабатывает яркости вполне нормально его не приходится уменьшать или увеличивать ну может быть кому как яркости в помещении просто за глаза планшет для комнаты достаточно яркие вот пример даже на улице солнечный день под навесом использовать планшет вполне можно но если выйдем под прямые солнечные лучи планшет конечно же слепнет но навряд ли кто-то будет его использовать прям под солнцем есть ночная подсветка для глаз то есть все начинает желтить вечером это действительно более комфортно для глаз фонарик фонарик слабенький вспышка здесь такая посредственная настройках экрана мы можем отрегулировать яркость включить или выключить адаптивную яркость настроить время отключения включить темную тему и все больше никаких настроек по насыщенности цвета нет но на самом деле честно говоря и не хочется здесь что-то настраивать например вот цветная картинка на средней яркости цвета отлично выглядят цветопередача меня полностью устраивает я не знаю что еще здесь можно хотеть классный экран классная сенсорная панель отклик очень четкий быстрый никаких вот проблем с этим вообще нет в этом планшете вот допустим картинка любую картинку включаешь и отображает он ее здорово звук и вибрация что касается вибрации и и здесь просто нет здесь нет вибромоторчиков возможно для кого-то это критично но честно говоря мне вообще пофигу есть планшете вибро или нет прилетело одно обновление я его уже обновил по умолчанию включена еще 8 гигабайт дополнительной виртуальной памяти которые поджирают основную 256 поэтому я предлагаю просто выключить ее потому что 8 гигов здесь реально хватает перезагружаем планшет и все это работает как положено вообще ни одного лага не было вот за все время использования планшет нравится что касается звука звук здесь хороший чистый до 4 динамика до стерео верхней чуть тише эти погромче если их перекрываешь когда играешь звук все равно отсюда идет звук хороший прям твердая четверка но он не супер громкий можно ли сказать что это какой-то огромный недостаток нет его вполне на максимуме достаточно для просмотра фильмов но вот хотелось быть чуть-чуть погромче и чуть-чуть по басисте а так звук здесь реально неплохой хороший здоровый экран 11 дюймов отличная цветопередача вот этот планшет наверное идеален для серфинга в интернете и для фильмов батарея емкостью 8000 миллиампер час на комфортной яркости в помещении примерно 40 45 процентов и средней громкости геншин импект съедает 12 процентов в час поиграть до полного разряда получится примерно 8 часов при просмотре видео с этими же настройками т-50 про проживет примерно 9 часов полностью планшет заряжается примерно за три часа самая главная камера на улице был сильный ветер проблема этого планшета в записи звука микрофон звук записывает тихо планшета два микрофона но проблема скорее всего программная надеюсь будущими прошивками это пофиксят но качество видео у селфи камеры как вы видите хорошие вполне себе отличная 8 мегапиксельная камера для такого бюджетного планшета основная 20 мегапиксельная камера умеет делать неплохие фотографии примеры перед вами получаются достойные фотки планшетом можно фотографировать камера с автофокусом но фокусируется она не быстро даже есть своего рода макро режим вот пример фотки для арахнофобов что касается видеозаписи на заднюю камеру то здесь проблемы максимальное разрешение съемки 2к есть электронная стабилизация которая отрабатывает никак съемка видео в 2к без электронной стабилизации очень солнечно но засветов нет бывает планшетах и намного хуже но все равно картинка совсем не плавная включаем электронную стабилизацию при включении электронной стабилизации происходит крок и что-то все равно по моему все очень дергана есть попробовать на full hd ничего лучше не становится могу подвести следующие итоги t50 pro тонкий легкий планшет удобно лежит в руках с отличным большим экраном неплохой автономностью за ночь не потерял ни одного процента батареи есть поддержка мобильной связи 4g хороший звук производительности хватает тянет все не подтормаживать не лагает чистый 13 android работает шустро хорошая сэлфи камера неплохие фотки на заднюю камеру из минусов тихо записывает звук и низкое качество видео на основную камеру и еще один весомый плюс это его адекватная цена советую присмотреться к этой модели думаю это один из лучших планшетов на сегодня за 169 баксов мне планшет очень понравился приятно было делать обзор но у меня на сегодня все друзья всем добра увидимся и пока пока